приветствую вас друзья меня зовут шевченко александр и это канал академии счастья сегодня поговорим о том как избавиться от любой болезни на самом деле что такое болезнь раньше еще называли хвой это то что причиняет человеку страдания и мы обычно хотим избавиться от нее то есть хотим сделать так чтобы ее не было особенно когда это очень сильно проявляется на физическом уровне то есть мы не замечаем бывает психологический уровень когда у нас ухудшается состояние и духовный уровень когда мы соскакиваем со своего пути и уходим от него и болезнь она помогает нам вернуться на этот путь и цель в данном случае это понять где мы сошли с пути почему так произошло исходя из своего собственного опыта и опыта консультирования людей процессинга которыми занимаются в течение 20 лет я осознал что цель это не как-то не подавить не обесценить и даже не в том плане чтобы просто убрать болезнь а в том чтобы понять почему она пришла в нашу жизнь и что она хочет донести вот например в такой практике как аспектика любая болезнь может быть рассмотрена как аспект который влияющий влияет на наше тело и помогает нам прийти к другой более гармоничной цели даже если эта болезнь например убивает нас и хочет нам причинить какой-то вред то в более высоком состоянии ее более высокий более высокая цель это направить на нас на определенный путь и если мы поможем ей пройти по вот этой череде целей то конечно же она скажет нам что идет цель это по сути соединение с пустотой с источником и в данном случае то же самое можно сказать в отношении источника источник хочет помочь нам освободиться от тех вещей которые влияют на нас негативным образом и когда мы чувствуем какое-то заболевание какой-то недуг что-то что влияет на нас негативно мы можем обратиться к источнику и спросить для чего это нам то есть почему мы чувствуем данное ощущение данную болезнь данную эмоцию что хочет источник для нас донести таким образом и очень часто когда мы задаем этот вопрос и действительно получаем ответы то они могут быть чудесным исцелением потому что они как озарение например источник говорит ты сейчас поступаешь неэтично ты делаешь те вещи которые не должен делать то есть ты занимаешься например нелюбимым делом делаешь это ради денег то есть ухудшаешь свое состояние вот что происходит с тобой то есть и тут важный момент в какой прислушаться и действительно изменить свою жизнь исцелиться потому что если не прислушиваться а продолжать двигаться по тому пути которые накатаны то есть по вот этой накатанной дорожке которая не ведет ни к чему а приводит лишь к ухудшению состояния то состояние естественным образом не улучшится то есть она будет ухудшаться ухудшаться пока вы наконец не заболеете совсем в полной мере и не умрете поэтому неизлечимых заболеваний не бывает любое заболевание можно излечить как на физическом уровне так на психологическом так и на духовном уровне но самый высокий уровень это духовное которым я только что рассказал вот в методе например тета исцеление мы как раз обращаемся к источнику для того чтобы в нашем теле произошло исцеление мы говорим о том что вот у меня к примеру есть заболевание у меня есть боль в голове или у меня есть например заболевание которое любое то есть которая у человека есть он говорит я обращаюсь к источнику и манифестирую исцеление то есть я создаю исцеление и источник своей энергией делает это то есть я говорю источник произведи исцеление то есть я даю четкую команду данном случае важно понять что энергия источника помогает это сделать и когда у вас есть этот канал с источником вам гораздо гораздо проще об этом канале я говорил в одном из прошлых видео это канал совести по которому получаете передачу озарение от источника и поэтому я и говорю что неизлечимых болезней самое главное это ваша вера и ваша соединенность источником и он может помочь в исцелении любого заболевания конечно же ваша активность ваше принятие этого исцеления потому что если вы как как осознание хотите исцелиться не просто скажем так пострадать или попросите помощи у кого-то да ну если вы реально хотите исцелиться это я знаю на собственном опыте на опыте тех людей которые обращались ко мне исцеление произойдет поэтому давайте еще сделаем практику которая покажет вам как это работает на определенном примере где вы увидите просто как помогает связь с источником вот опять же сядьте в удобном месте закройте глаза создайте пространство для сессии почувствуйте его почувствуйте себя в этом пространстве как сознание почувствуйте свое тело в этом пространстве и дальше выберите что то что вы хотели бы проработать это может быть какое-то негативное состояние болезнь что-то что у вас происходит жизни не так например вы болеете каким-то заболеванием или у вас там очень часто появляется какая-то негативная эмоция раздражение зло и обида и вы теряете деньги у вас например есть какая-то проблема в жизни которую вы хотите решить так и обратитесь к источнику сначала соедините с ним на то есть почувствуйте эту связь то есть на высшем уровне то есть источник то есть это как полная истина полное создание то есть вы чувствуете эту связь как вы меряете на самый высокий на седьмой план и соединяйтесь с ним с источником вот это очень важный момент почувствовать вот эту тету настройку когда вы не мозгом не умом а как бы вот высшим сознанием у вас происходит вот этот это тета состояние когда вы его почувствуете это может занять какое-то время на может быть там одну минуту может пять-десять главное войдите в это состояние и когда вы вошли в него тогда четко сформулируйте создатель источник исцели мое состояние и четко проговорить его источник исцели мою головную боль и убери ее на всех уровнях на уровне личном на уровне генетическом на уровне историческом на уровне духовно и дальше когда вы это сказали то есть важно четкое ваше намерение четкая команда свидетельствует наблюдайте за этим исцелением так так можете сказать источник создатель я свидетельствую это наблюдаю за этим и наблюдайте как энергия источника помогает вам исцеляться наблюдайте если у вас была головная боль наблюдайте как эта головная боль исцеляется и когда вы почувствовали вот это тоже опять же можно занять время у кого-то это может занять пять минут и кого-то может быть больше у каждого свое время когда вы почувствовали исцеление скажите из создателю да исцелено исцелено свершилось 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 и дальше благодарю 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 то есть это благодарность источнику за исцеление и потом когда вы это полностью почувствовали вы можете закончить сессию и наполнить пространство энергией любви счастья целительной энергией энергии золотистого цвета это как раз есть исцеление так вы можете прорабатывать любое состояние любую болезнь и соответственно любую любое недомогание все что вас беспокоит если примеру что-то не получается то вы можете обратиться ко мне за личной консультацией мы сделаем ее бесплатно и я подробно выслушаю ваше состояние и расскажу как это можно сделать как можно улучшить его и мы также можем сделать сессию по исцелению вот это исцелению и убрать это ваше негативное состояние для того чтобы вы увидели как работает эта практика и действительно почувствовали исцеление вот есть это если у вас самостоятельно не получается то пишите мне в личные сообщения также друзья если вам интересно в описании к видео будет мои книги полное исцеление игры вечного познания которое вы можете прочитать а если видео вам понравилось и вы считаете его полезным то поставьте отметку нравится подпишитесь на мой канал и конечно же поставьте колокольчик чтобы знать о новых видео которые выходят на моем канале ежедневно поделитесь этим видео с вашими друзьями пусть они тоже займутся практикой исцеления это исцеление я вам желаю гармонии радости счастья осознанности вот на сегодня мы будем заканчивать и посмотрите пока те видео которые появились на моем канале это практике процессинга с помощью которой можно исцелить любое негативное состояние и также мой сайт там где рассказано обо мне и там очень много информации о практиках улучшающих улучшающих качество жизни всего вам доброго друзья и до скорой встречи напомню меня зовут шевченко александр и это канал академии счастья всего доброго